И всем привет! Сегодня с вами второй, уже целый второй подкаст студии Common Games. Мы сегодня другим составом. Я Евгений Леутин, я занимаюсь SMM. Меня зовут Игорь Фомичев, я занимаюсь саунд-дизайном. Я Герман Кромер, я занимаюсь концепт-артом. Расскажи, как ты вообще дошел до жизни такой? До жизни художника? До жизни художника. Ну да, давай мы начнем с того, как я дошел до жизни художника, а потом перейдем к попаданию в страшный мир компьютерных игр. Ну вообще все началось как бы вот с детства. Я уже в детстве любил рисовать, ну как и у любого, наверное, художника, что он любил там рисовать. Я всегда всякие подчеркушки там делал, мама это затем все сохраняла, в альбомчик складывала. Вот так и случилось, что я в какое-то время подзабил на это все и начал очень сильно компьютерными играми увлекаться. Особенность там была одна онлайн-игра, которая меня затянула аж на 7 лет. Она была сделана в Великобритании, ее называли вот RuneScape. Вот в нее я играл где-то по 16 часов в день на протяжении 7 лет. Вот это был просто ужас. Только после того, как я пошел уже в ВУЗ, я понял, что это было не очень правильно. Вот. И я там снова от скуки начал рисовать именно на парах. То есть я там брал на столе, там рисовал какие-то подчеркушки. Потом в тетради, вместо того, чтобы слушать лекцию, как это обычно. А ВУЗ был какой? А какой был ВУЗ? В смысле учился ты при этом на кого? Я учился на лингвиста, немецкие и английские языки. Как бы межкультурная коммуникация, как это кафедра, что ли, называлась. Вот. И там так случилось, что именно на лекциях начал рисовать снова. Там всякие персонажи, там всякие истории, там маленькие зарисовочки. И однажды так случилось, что ко мне подошли одногруппницы и сказали, ух ты, это так классно! Почему ты этим не будешь дальше заниматься? Я такой, надо бы задуматься, почему же. Вот. И так получилось, что я потом начал на ютубе, на всех сторонних площадках искать тутериал, как рисовать там то и то. Там как рисовать гуся или что-то еще такое. Боброс? Да, Боброс. Да, он точно. Без него никуда. Вот. Мне кажется, такой неизвестный мне мемат. Ну ты что? Это супердобрый товарищ, который рисует картины. Его голос просто убаюкивает и успокаивает. Посмотри обязательно. Даже конфетки есть ментовый, Боброс. То есть тогда, возможно, я смогу получить больше двойки по рисованию. Да, да. Нет, абсолютно точно. Он рисует замечательно и сначала непонятно, а потом все это. И это такой добрый весь, добрый формат стрима. Вот. И я там потом однажды натолкнулся на ютубе на такого художника. Его зовут Фэнг Зу. И он как раз о всей этой индустрии концепт-арта и игры индустрии рассказывал. И мне это очень интересно стало, что вот можно рисованием зарабатывать, и причем неплохие деньги. И все это в моей любимой индустрии, в которой я там вот так посидел 7 лет. Ну и так я попал в эту индустрию. Потом начал там все, заказы там всякие брать, качать скиллы свои и так далее. Вот. Слушай, а на самом деле это интересно. Ну здесь получается, что это фактически самоучка? Фактически, да. Вот. И, ну, на самом деле я вот постоянно разбираю всякие лички сообществ. И на самом деле не только ансертон, да, но с разными другими проектами я работаю. И постоянно-постоянно пишут художники. Там всегда «Здравствуйте, я художник». Я вот умею рисовать, и причем пишут люди совершенно разного уровня. Там часто пишут довольно крутые ребята. Типа, а как бы мне так с вами поработать? Я помню, что там из 100 сообщений я на 100 отвечал «Нет, спасибо, не надо». Ну, потому что там на моей памяти больше всего писали в айспике. А в айспике понятно, что там своя абсолютная история. Ну и у нас на самом деле тоже. Ну, то есть типа, и вот что, вот сейчас мы куда возьмем человека? Ну, то есть я не знаю, может, у нас есть какая-то вакансия в арт-отделе, о которой я не слышал. Нет, сейчас у нас, получается, мы в основном ищем 3D-шников, потому что там какая-то быстрая смена, что ли, происходит. Вот, а именно у концепт-художников вообще в индустрии так получается, что эта позиция, она достаточно такая редкая, что ли. То есть художников не так много в команде нужны, потому что они, наверное, и побольше успевают. И вообще такая вот тенденция. А как у тебя получилось все-таки ворваться? Ну, это довольно интересная история была. Я вот как раз закончил вуз. До этого я занимался фрилансом в основном, то есть какие-то заказы там брал на дом. Вот. И однажды я видел в одном паблике, в ВК это что ли был, с ИДЖИ Эсэндом, его так звали, и там было объявление от Артема как раз. Там писалось, что ищем художника, концепт художника, который смог бы отрисовать там локации, там технику, машины, там. Я такой задумался, ну почему бы не попробовать? Все равно я сейчас закончил вуз, и делать мне нечего. Вот, терять нечего в таком же роде. Вот, решил написать. То есть все уровни за 7 лет уже потрачены? Да. Да, так получалось. Вот, я решил просто написать, такой, ну, что страшно будет. Если не получится, так не получится, и пойду дальше всеми делами заниматься. И я отослал портфолио, немножко о себе рассказал, и прям это очень быстро произошло. Буквально там за день или за два дня мне уже сказали, типа, давай, сколько хочешь ты там зарабатывать. И я такой написал свою сумму, и они все, согласились. Вот. Ну это на самом деле, мне кажется, редкая история для гендевермента, когда вот такой вот человек просто... Просто я закончил институт, и сразу пошел работать. Мне кажется, что очень многие, да, как-то очень долго пытаются куда-то влиться, да. Ну то есть это нестандартно, я просто не совсем знаю, как это у художников. Вот, то есть это... Такая стандартная история, что... Или... Тут совсем разные истории, на самом деле, бывают. Как бы у кого-то сразу получается устроиться чисто из-за портфолио. Может он там несколько лет подряд, когда он учился, уже фрилансом занимался. То есть многим советуют, когда ты учишься, уже работать, чтобы получить этот навык и опыт работы. Это очень хороший совет, на самом деле, потому что без этого никуда ты просто не поймешь, что делать надо. Вот. И эти люди, они, по сути, сразу после учебы, или даже уже в середине учебы, у них получается устраиваться на работу. Потому что портфолио позволяет, и навык, и опыт работы позволяет. А у некоторых бывает так, что им после учебы, особенно когда у них там не очень обучают, как это тут во многих вузах России принято, то есть совсем другая программа, не та, что нужна, так получается, что они не находят работу, потому что скилл не позволяет, и им приходится вот просто переучиваться. И это довольно мучительно, если честно сказать. Ну, я так понимаю, что тебе было не проще, потому что ты переучивался с лингвиста. Был один художник на немецком разговаривающий. Помним такого. Помним. Наверное, это надо будет вырезать. Потом кому-то узнаете, ходит. Да-да-да. У нас стрим 18+, не стрим, запись 18+, что обсуждали. Вот. Хорошо. И вот ты, значит, пришел в наш чудесный мир геймдева, назовем его так. И как там было? Ну, то есть, понятно, как прошло собеседование, и что ты настоящий человек, который видел вакансию в интернете, откликнулся на нее и пришел работать. Я в свое время, кстати, также попал в игровую индустрию, на самом деле. то есть, я листал какие-то паблики в ВКонтакте, причем совершенно там, не думая о том, чтобы идти работать даже в какой-то геймдев, только подождите, это там... Ребята, которые делали игры, в которые я играл в детстве, ищут человека, который обладает моим списком навыков. Отлично! Все подходит. Все подходит, да. Вот. Короче, помимо того, что мы с тобой настоящие люди, которые попали в геймдев, не через гобой? Не через... Простите. Простите. Я понял, да. Хорошо. Хорошо, 1-0, 1-0. А, так сказать, благодаря своим профессиональным навыкам и объявлениям в интернете... Что значит? Гобой, значит, не профессиональный навык. Я еще подужу. Я в следующий раз у себя принял буду дудеть в микрофон. Ду-ду-ду. Да, типа того. Ну-ну. Ты все обещаешь. Ну, простите. Наши подписчики, мне кажется, уже думают, где же гобой Игорь? Мне надо будет тренироваться. Мне нужен отпуск будет небольшой взять, чтобы снова войти в раж гобойный. Я немножечко так подзабил. Вот. Как вообще происходило какое-то включение в рабочий процесс? Ты появился в проекте вообще на каком этапе? Так, ну, этап уже был, так считаю, уже продакшн. То есть, никакого предпродакшн уже не было. То есть, весь визуальный стиль был уже определен. То есть, в таком случае мне нужно было именно подстраиваться под тех художников и по тот, визуальный стиль, который уже был определен. То есть, это в своем роде были какие-то трудности с этим, особенно в начале. И там еще так случилось, что я именно попал на тот период, где разрабатывался весь этот визуальный контент для Kickstarter-компании. То есть, получилось так, что устроился концепт художником, а в итоге рисовал оконки. Устроился концепт художником, поработал дизайнером. Да, да. Ну, это тоже опыт. Я очень рад, что я получил этот опыт, потому что все-таки иконки я не очень много за свою жизнь отрисовал, поэтому вот, это был очень хороший опыт. Теперь много. Теперь не очень мало. Ну, и вот, так получилось, что мне нужно было этот визуальный стиль копировать. вот сейчас уже за последние несколько месяцев я уже как-то вот привык в этом стиле работать, и он мне уже роднее стал, а там прям в начале, ну, это, так сказать, был какой-то ужас для меня, потому что это подстраиваться в этот стиль, это, да, сложно. У нас сейчас в команде работает художник сколько? Ну, у нас двое, там, Ярослав Кананенко и ты. И я. И как у вас все поделено между вами? Ну, хотя, есть кто-то еще, есть тайный третий художник, но об этом я его, об этом пока что не знаю ничего. Артема Нитягин тайно рисует там как бы Эмиля. Порисовывает чуть-чуть, я думаю, да. Ну, Артем-то, это логично, что он там свои вещи еще будет рисовать, это как бы Нитягин будет рисовать? Не, я так. А, я понял. он же у нас в голове рисует общую стратегию направления движения. Да ладно, я помню нарисованные эти у меня раскадровки, они были лучше, чем я могу, например. А, да, да. В общем, что бы я вам не говорил, не давайте мне рисовать вообще ничего, даже если я вас буду убеждать в том, что я могу что-то нарисовать, нет, я, нет, даже ровную палочку. А, возможно, люди погибнут. Возможно, они когда увидят это, да, что-то плохое случится с этим миром. Вот. В общем, вас двое. Да, нас двое. И как у вас все это разделено? Ну, разделено на самом деле все поровну. Визуальный стиль, это визуальный стиль Ярослава или это визуальный стиль, который с нами появился еще раньше? Да, уже визуальный стиль уже еще раньше был определен. А кем? Как так получилось? Что у нас работают два художника и не они это придумали. Ну, это, мне кажется, еще с самой-самой первой Альфы было, вот, когда робот был еще похож на логотип Андроида, по-моему. Да, да. То есть, даже с этого времени Ярослав, на самом деле, он с самого старта проекта, по-моему, у нас работает. И он тоже за это отвечал, как вот вся игра будет выглядеть. И мне кажется, когда еще Илья Дыков был, который, по сути, я заменил потом, вот, он тоже много к этому стилю привлек своего. И мы сейчас именно пытаемся под его стиль как-то больше идти. То есть, какой-то реализм соблюдать и еще какая-то стилизованность за счет всяких там мазков и так далее. То есть, что-то такого. Смешанное. Расскажи подробнее про наш стиль вообще. Ну, то есть, потому что понятно, что когда, понятно, что все мы видели эти картинки в том или ином количестве, я в большем, там, наши подписчики в меньшем. Ты, я думаю, в еще большем, чем все в этой комнате вместе взятые. Вот. Какой он? Ну, потому что я не возьмусь, наверное, как-то там описать это. Ну, можно начать с того, что это все-таки научная фантастика. То есть, вот этот стиль, он очень много берет в основу современные всякие технологии, современные стили архитектуры той же. и это все смешивается и получается очень красиво. Но наш стиль, думаю, тем отличается, что он достаточно такие яркие, насыщенные краски использует чаще всего, если это сюжет позволяет. Вот. И именно это отличает его от других стилей, других игр. Но при этом общее впечатление уже такое достаточно спокойное от игры, знаешь, идет дождь. Да, такая меланхоличность. Такой покинутый меланхоличный мир. То есть, ну, типа, я бы не назвал, наверное, хотя сейчас вспоминаю игру, я понимаю, что там в целом она достаточно действительно красочная, но при этом там когда-то думаешь об общем впечатлении, но там, типа, никогда не назовешь ее яркой. Потому что такая, мне кажется, выдержана в более спокойных тонах. Или нет? Ну, если именно смотреть на арты и вообще на Vision проект, то мне кажется, вот там достаточно насыщенные краски, то есть была бы существенная разница, если бы эти краски были более ненасыщенные. Вы бы заметили, то есть там не было бы той же атмосферы, той же вообще всего, мне кажется. Можно профессиональный вопрос? А как вы художники узнаете, где у вас на планшете лежит ручка? Я знаю, что это, наверное, ультра тупой вопрос, меня все время это интересовало, я просто недавно видел, как эта художница в каком-то баре сидела и рисовала, я не понимал, ну, то есть я же вижу, если на листочке, то это видно, где ты рисуешь, а на планшете как ты определяешь, куда ты тыкнешь в следующий раз? Ну, я работаю вообще по сути на стареньком планшете, который подключается к компьютеру, и картинка выводится уже на сам компьютер, на монитор, и там так получается, что сначала ты не понимаешь, тебе нужно обязательно подергать стилусом, только не поймите, неправильно, там немецкие шутки, да? Вот, и чтобы понять, где у тебя расположение, то есть обязательно нужно вот немножко подвигать, чтобы понять, где эти курсоры находятся. А, я просто именно вот такое видео, как бы, потому что понятно, где там отображается это все ясно, где рисуется, а здесь это для меня было каким-то невероятным волшебством. Вот, человек так тыкает просто в огромный тачпад, понимает и дорисовывает какие-то супер мелкие детали, это прикольно. Ну, вот, когда мы писали прошлый подкаст с Игорем, я тоже задавал много таких там типа уточняющих вопросов, и, когда ты говоришь насыщенный, ну, то есть это что, это глубина цвета, это интенсивность, это... Я, в английском это получается saturation, то есть там, когда ты в фотошопе работаешь, у тебя есть вот brightness, saturation, hue, как бы сама эта краска. Вот, поэтому именно насыщенность. Насыщенный мир постапокалиптического будущего. Слушай, а с какими вообще мы работаем рефами? Потому что, ну, на самом деле, когда мы делаем какую-то научную фантастику, мы же не можем просто взять все из мира вокруг нас, как бы красиво перемешать и вставить, потому что на то на собственный фантастик. Потому что понятно, что если бы это была научная фантастика 19 века, можно было бы, конечно, прямо идти по Москве все снимать, зарисовывать и вставлять в игру. Но мы же говорим о ком-то там более будущем-будущем. И как вообще рождаются эти образы? Ну, вообще, если так брать именно научную фантастику, то там, по сути, есть три вида научной фантастики. Именно, что касается промежутков времени, это close future, то есть там где-то следующие 20-50 лет, потом, как же она дальше там называлась? Ну, то есть эти промежутки, они там делятся на сотен лет, на тысячи лет. Допустим, вот «Звездные войны» это прям там тысячи лет, еще там несколько получается. Поэтому мы там даже не можем сообразить, какие там могут вообще быть технологии. То есть там уже уходит немного это, как сказать, фантастику, фантазию, то есть что-то такое. то есть это уходит прям дальше. А у нас получается near future, то есть 50-100 лет где-то так. То есть там можно уже примерно предположить, какие у нас могут быть технологии, но в то же время оставаться немного приземленным, то есть чтобы зритель понял, что это все-таки еще мир близок к нам, но в будущем. То есть именно от этого исходит то, какие референции мы будем брать. То есть чтобы не слишком там футуристично выглядело, чтобы там не было космических кораблей и так далее. Там же есть космические корабли, мне кажется. А, он не космический. А, который в первой части был? Который в первой части был, да. Ну, похож на космический. Я думаю, что он может в космос лететь. Я бы, наверное, полетел бы в космос куда-нибудь к звездам. Я слышал, что ребята, которые летели на этом корабле не очень хорошо закончили. Да-да-да. Да. У меня был бы другой исправный. Расскажи про то, как вообще происходит работа над конкретным ртом на самом деле. Это на самом деле очень хороший вопрос, потому что подходы они все разные и все они зависят от именно ситуации и того времени, которое у тебя есть. То есть, если мне сказали Герман, сделай там очень быстро, очень срочно вот там какой-то концепт, какой-то предмет. Это я так делаю. Прихожу и говорю, Герман, завтра Новый год, нам очень срочно нужен новогодний арт. За час до Нового года. И рождественский. И, кстати, я сейчас не шучу. Да? Да? Погрустнее, Герман погрустнелся. тебе повезло. Сегодня еще не 31-й. Ну, хорошо, я ее надо буду обдумать. Ну, то есть, это все от ситуации зависит. То есть, если у меня, по сути, дается несколько дней на одну локацию, то есть, чтобы отрисовать, там, полноценный арт сделать, как я обычно поступаю. То есть, сначала уточняется сама идея. То есть, от идеи все зависит. Идея – это самое важное. То есть, если идея непонятна, то и дальше концепт будет непонятный. То есть, в этом плане. Поэтому я люблю очень, после того, как я уточнил некоторые моменты у Артема, у Андрея, еще у кого-то там в команде. Вот. Это очень важно. То есть, я потом составляю список, что там может быть еще. То есть, это дальше развиваю. Это, помню, даже называется нарративный дизайн. То есть, там уточняется, что может быть вообще в локации. То есть, какие предметы, какие истории там могут быть. И только после этого я уже начинаю собирать референции. То есть, картинки, которые могли бы по стилистике подходить, по настроению, по атмосфере. Это все потом соединяется в мудборд. Я его собираю. И иногда я его скидываю, иногда нет. Вот это все зависит от ситуации. Вот. И уже после этого я делаю набросок, либо очень грубую 3D-модель, которая это все бы показала. Настраяю освещение, тестирую ракурсы разные. Ты делаешь 3D-модель? Да, это у нас есть такая локальная шуточка, что типа 2D-шники у нас 3D-шат, а 3D-шники у нас 2D-шат. Вот такая вот история получается. Вот. Но можно потом еще немного это обсудить, этот момент, потому что 3D сейчас в индустрии очень сильно врывается. То есть, без 3D, по сути, сейчас 2D-шнику сложно, как бы это ни странно не звучало. Вот. И после того, как я 3D-шку уже утвержу у Артема и Андрея, уже получается, я дальше это развиваю, эту тему, детализирую ее, набрасываю материалы и освещение настраиваю. И только после того, как я уже какой-то финальный ракурс определил, я это снова отсылаю, и уже после этого я уже накладываю там мазки, фотобашлю и так дальше. Вот. И получается так финишный арт. То есть, увлекательный путь от идеи до, ну, даже на самом деле не до арта, а до наличия в игре какой-то локации выглядит так. Приходят Артем и Андрей, я так понимаю, и говорят, господа художники, нам нужна локация, не знаю, потерянного такого во времени и пространстве склада, заброшенного, с которого как бы вроде только что люди вышли, но на самом деле если приглядеться, понятно, что не только что, а довольно давно, там ничего не происходило, он был герметизирован там последние 50 лет, а вот туда попадает игрок и застает это все в таком, с одной стороны, первозданном, с другом, с другой стороны, уже поеденным временем виде. это значит первый шаг. Второй шаг, художники приходят обратно к Артему и Андрею и говорят, ребят, это, конечно, очень здорово, вот все, что вы рассказали, а как бы в каких цветах, как там должно выглядеть освещение, что вообще будет происходить в этой локации, вот игрок через нее просто пройдет, или он может там что-то трогать, что-то перемещать, или там будет какой-то квест, или там будет какая-то сюжетная встреча. Я только начну неправильно описывать то, что ты мне рассказал, ты меня останавливаешь. Вот. Дальше господа художники говорят, да, ладно, хорошо, примерно понятно, что там будет происходить, ясна ваша идея, господа, так сказать, геймдизайнеры, и начинают собирать референсы того, как бы, на что они будут опираться при сборке локаций. Дальше это локация внимания, вот этот вот момент, который меня, это мое открытие этого подкаста на самом деле, что дальше ты делаешь 3D-модель, да, дальше это 3D-модель локации, в целом, как бы, я понимаю, что, наверное, в каких-то не тех инструментах, в которых ты пойдет в игру, ты работаешь, и понятно, что, типа, она не супер детализованная, но тем не менее, дальше 3D-модель отправляется на утверждение, после утверждения 3D-модели и до настройки в ней всех нюансов, ты отправляешь, ты делаешь из этой 3D-модели 2D-арт, да, и тут мы переходим к самой интересной части, после того, как ты сделал из 3D-модели 2D-арт, да, этот 2D-арт уходит в 3D-отдел, да, где они делают из него внимание 3D-модель, да, однако, не, ну, на самом деле, тут возникает вопрос, ну, какой же, почему бы не делать 3D-модель сразу из 3D-модели, ну, тут все-таки пайплайна немного отличается, если она, пайплайн это, ну, процесс работы, тут получается так, я делаю 3D-болванку для того, чтобы себе помочь в плане перспективы, там, освещения и так далее, эту же 3D-модель можно потом будет 3D-шникам отправить, то есть, это будет такая помощь им, то есть, они поймут, какие там габариты, какие там могут быть материалы, как это все это выглядит, то есть, именно в пространстве, потому что 2D-арт, он все-таки дает больше атмосферу и освещение, как это могло бы выглядеть, там, какой-то туманчик, там, не знаю, что-то такое, то есть, он именно вот такое настроение дает, команде немного, небольшой такой буст к настроению, то есть, они сказали, такой, да, это классно выглядит, теперь у меня прям появилось желание эту локацию смоделить, то есть, именно вот так получается. Чтобы люди работали не только с кровью, потом и пикселей, но и с приятными, красивыми картинками и идеями. Да, ну, то есть, получается, моя задача это все-таки помочь команде, то есть, развить этот облик, там, развить эту идею. Я же не для себя рисую это все, правильно? как знать, как знать, как знать. Вот, то есть, это все именно делается для помощи команды, то есть, это все, это дальше пойдет по пайплайну, это все будет даваться 3D-шникам, чтобы им потом было легче понять, как это все смоделить, там, настроить все. почему вообще я не делаю сразу в 3D и не заканчиваю это все в 3D, а потому что 3D-пайплайн, он отличается от 2D-шного. То есть, я, по сути, как уже сказал, это делаю чисто, чтобы себе помочь, а они делают это уже со всеми нюансами, то есть, и оптимизация, и там, всякие запеченные текстуры и так далее, это все делается именно уже под тот движок, в котором ты работаешь. То есть, я не могу просто так сделать, типа, с дизайнить, и потом еще оптимизировать это все под движок. Слушай, ну, понятно, что я шучу, на самом деле, когда говорю, почему ты не моделишь, что сразу, потому что... Да, то есть, получается... Я знаю, что бывает совершенно разные истории в GameDev, и, наверное, один человек может придумывать визуальный дизайн, потом как бы рисовать, потом другой рукой моделить, а третьей рукой как бы писать сюжет, и да, люди так делают, но, как бы, понятно, что это все, во-первых, там в тысячу раз удлиняет разработку. Не, ну, в этом как бы не вопрос. Как минимум. Я бы, я тоже могу там какую-то базовую 3D-шку сделать для движка, но тут скорее именно проблема в том, что дизайн — это отдельная тема, и продакшн-модель — это отдельная тема. То есть это, по сути, две разные области. И поэтому лучше, если это один человек, вот это сделать дизайн, а другой человек сделает продакшн. Ну, да. А приходится иногда себя ограничивать, ну, то есть ты же там от руки можешь нарисовать такие штуки, которые моделить, потом будут еще лет сто, короче, вот, то есть когда делаешь концепт, ты думаешь, там, да, нет, это вот слишком как бы. Ну, то есть приходится адаптировать как-то под разработку или нет? Да, были случаи, особенно когда я там сломанного робота концептил, там был такой момент, что я слишком усложнил дизайн руки в один момент. И Артем сказал, чувак, ты что, как это будет моделить? Вот, и мне пришлось уже эту руку взять от существующей модели и уже ее как-то переделать, чтобы уже было это в 3D формате, то есть чтобы это было легче понять, как это все выглядит. Вот, то есть в таких случаях, да, надо иногда себя сдерживать, там, не переборщить с дизайном, потому что, ну, я сам понимаю, что это потом будет геморрой. Не, на самом деле я считаю, что круто, когда художник видит, ну, художник работает в 3D и лучше понимает, как это будет там реализовываться. Потому что, ну, понятная довольно история про то, что круто, когда есть виденье того, на что будет похожа твоя работа дальше и понимание, как это, шаги навстречу. Ну, тут еще, вот еще одно такое дело, это то, что если ты сделаешь штуку арт в 2D, есть такая возможность, что из него не все сохранится, то есть в этом плане. То есть чем больше ты там еще одной ногой там шагнешь в другой отдел, тем больше есть шанс, что вот именно этот изначальный дизайн сохранится, то есть особенно если он был утвержден. Но все равно бывают такие случаи, что затем какие-то нюансы изменяются, то есть потому, что это не так выглядит, как хотелось бы. Слушай, а если, я так, видимо, ты работал на продакшене первой части? Нет. 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 Не работал. К сожалению. Ну, тогда это вопрос, который не имеет смысла задавать. Ну, то есть был вопрос, какие как бы, а хотя, может быть, как бы, но у нас же уже есть бета, в нее уже даже скоро люди будут играть, я думаю, когда подкаст будет вложен, люди уже будут этим заниматься. И ты, конечно, видел ее. Ну, так, глазком, одним. Частичка. Ну, вопрос как бы простой, какая, с твоей точки зрения, локация максимально сохранилась в авторском видении в игре, и наоборот, какая максимально изменилась? Это сложный вопрос, на самом деле. Потому что, мне кажется, локации, которые были отконцептены, если можно такое слово изобрести, получается, что они, как минимум, на 70% как бы все сохранились. Там, какие-то детальки, они доделывались, потому что их не было на концепте, это да. А так, в основном, все сохранилось, мне кажется. То есть, обошлось без каких-то невероятных перемен. Да, да, да. Но это, это на самом деле, очень радует концепт художников, когда они видят, что их идея, она появилась в конечном продукте, достаточно радует. Давай поговорим про самые интересные вещи в геймдеве. Все же помнят Гарольда, который испытывает боль. самые интересные вещи в геймдеве, это, конечно, самые интересные вещи в геймдеве, это, конечно, утверждение артов, ну, в смысле, утверждение готового продукта всегда, и дедлайны. О, дедлайны. Поведай нам. Ну, тема такая, то есть, пока все правки не сделаешь, арт не будет утвержден. То есть, даже если там какие-то нюансы про мелкие появляются, их все равно нужно исправить. Довольно редко бывает так, что ты там в некоторый момент не исправил и сказали, и так сойдет. То есть, так редко бывает. Давай с примерами прямо. Ну, я не знаю, как с примерами. Ну, вот вспомним какой-нибудь арт, который все видели. Не знаю, аптеку, которую мы показали 10 тысяч раз со всех возможных ракурсов. Ну, аптеку не я делаю, это помним. Тебе не ты делал. Что ты делал? Что же я делал? Там был арт один, где такая складовая была. Как же лучше описать? Мы его прикрепим. Да, то есть, там был такой открытый шкафчик, там лежали всякие полотенца, ботинки, все вот это. То есть, вот этот арт, я его делал, когда я лежал в больнице, вот, две недели. То есть, достаточно долго я его делал, потому что, там, то связи не было, то еще что-то. А именно отпуск на это время я не мог взять, потому что я только недавно это, вошел в студию. То есть, было чисто неудобно это делать, поэтому я в больнице работаю с ноутбука. А то капельницы, то уколы. Да, капельницы, уколы, было очень весело. И правки еще. И как, что больнее, уколы или правки? Не, но уколы все-таки больнее были, особенно в одно место. Немецкие шутки. Немецкие шутки. Вот, но правки, они, конечно, не, я нормально к правкам отношусь, то есть, это, продукт нуждается в этом, то есть, в итериациях и так далее. иначе без этого никак. Вот, и там так было, что уже, когда я вышел из больницы, там тоже еще несколько правок было, то есть, там нужно было, например, из заливного пола сделать, его нужно было, что ли, на куски там нарезать или что-то такое, то есть, сделать его немного другим, чтобы не таким отражающим был. Вот, и там еще несколько таких моментов было. То есть, нужно было 3D-шность убрать, то есть, обрисовать его мазками и так далее. Вот в этом именно проблема, когда используешь 3D. То есть, это все нужно спрятать. Ну, то есть, фактически, когда делают фейкшоты, я не знаю, кстати, мы делаем фейкшоты, но этим, как раз, концепт-художники занимаются. Все же делают фейкшоты. Вот, как бы, казалось бы, да, когда делаешь фейкшоты, твои задачи наоборот, типа сделать из этого более скриншот. А тут, получается, наоборот нужно сделать. Да, тут наоборот получается. Менее скриншот. То есть, сначала ты делаешь рисованный набросок, потом 3D-шку, а 3D-шку и превращаешь снова в набросок. Так получается. Ну, это интересно, конечно. Вот. И, значит, выходишь ты из больницы и начинаешь нарезать пол. Да. Какое самое большое количество версий ты делал? Ну, вот сейчас, по-моему, там недавно один арт делал, которого я не могу рассказать, потому что он еще не показан. Вот, там получается уже... А что там будет? Про который я не могу рассказать. Давай. Да. Рассказывай. нельзя мне говорить «низя». Нельзя? Да, «низя». Вот. Тайна. Ты дал страшные клятва на крови. Да, да. Будет плохо, если нарушили. Вот так, вот там получается, я там уже три итерации сделал, причем три разных артов, именно финальных. Ну, это частично моя ошибка, потому что и даже у Ярослава есть такая привычка, то есть не показывать часто этапы, потому что мы думаем, что скажут, типа, а что так страшно выглядит? Делай лучшее давай. То есть мы сразу хотим это избежать, что нам скажут, что это выглядит слишком страшно, и поэтому мы только финалку показываем. Часто так бывает. Ну, это приводит к тому, что финалку приходится переделывать. Да, 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 да. Ну, это во всех сферах так. У меня тоже. Не, ну, все-таки мы стараемся там этапы показывать как можно чаще, но особенно вот последний этап, где детализация идет, там часто получается, что, ну, этапы ты не покажешь, потому что эти этапы будут незаметны, что ты там сделал. Там, и говорит, плечок там поставил, там поставил. Это незаметно, то есть в общей картине. Хорошо. А как ставится задача на самом деле? Тоже интересно, потому что, ну, ты говоришь, что там типа это какая-то идея, но какая-то идея на каком уровне? То есть понятно, что это текстовое описание, на что оно похоже? Приведи, тоже какой-то пример. Ну, у нас это в компании, то есть в команде так получается, что часто единственное описание, которое у нас имеется, это из документа прохождения и частично из сюжета. Ну, поскольку большинство команды не имеет доступа к сюжету, потому что там тоже секретные вещи имеются, приходится все спрашивать. То есть, что у меня имеется, допустим. То есть, насчет того же арта, про который я рассказывал, который я делал в больнице. Что у меня там было? Просто складовая. Все, больше никакой информации нет. То есть, бери сам, додумай, что там может быть. Либо спрашивай вопросы. То есть, это все может уже тебе помочь с этим геймдизайнер, там, Артем, Андрей и так далее. То есть, главные люди. И ты приходил со своей складовой и говорил, ребята, это, конечно, здорово, но где, когда, зачем, что там лежит, складовая, чего? Да, да, да. Именно эти вопросы потом задаешь. Либо их сам как-то додумываешь. То есть, вот сейчас я привык тоже делать. То есть, составляю некий брейнсторм. То есть, там, всякие списки вяжу, там, схемы вяжу. То есть, это все развивая идею саму. Это, кстати, тоже интересный вопрос, потому что, с одной стороны, ты говорила, что ты пришел на некоторый сформировавшийся визуальный стиль, под который пришлось подстраиваться. Но, с другой стороны, типа, если ты рисуешь складовую, то понятно, что пространство для творчества достаточно большое. вот как ты сам вообще оцениваешь количество некоторого своего творческого вклада в визуальный стиль игры общий? Потому что, я всегда считаю, что очевидно же, что все делают художники, но гораздо интереснее, что считают об этом художники. Но тут, опять-таки, все зависит от ситуации, в которой ты. То есть, если это был бы предпродакшн, его еще и называют иногда Blue Sky Face. То есть, фаза, на которой вообще простор для идей просто огромен. То есть, Blue Sky, это типа, небо. То есть, куда глядишь, туда и делаешь. То есть, мы сейчас на этом этапе не находимся, и нам нужно очень сильно определяться на то, где этот арт, то есть, в какой локации он расположен, где-то помещение находится. Именно на этом потом уже определяется именно визуал. То есть, нам дается иногда еще план там, этого здания там, например. И от этого уже все исходит. Но, это классно. Никак не отвечает на мои вопросы. Знаешь, как бы, как приходят злые интервьюеры, приходят злые интервьюеры и говорят, Герман, это, конечно, здорово, однако и все же, как ты оцениваешь свой творческий вклад в конечный визуальный стиль? Не знаю, в процентах, в десятых долях? Не знаю, я все-таки такой скромный человек, я бы назвал себя скромным. Получается так, что я не для себя рисую, и поэтому я вот все делаю для команды, чтобы эта всю команду устраивала, я именно для этого и делаю. Поэтому мой творческий вклад, скорее, не знаю, даже сложно оценить, если честно, потому что очень многие люди там, те же 3D-шники, очень большой вклад вносят именно в сам дизайн, то есть иногда какие-то моменты приходится править именно им, потому что либо там что-то не зарисовано, то им там что-то в моем дизайне не нравится, то есть так очень часто бывает. А о чем бы ты сам хотел на самом деле рассказать нашим подписчикам, нашей аудитории? Возможно, у тебя предпустена какая-нибудь прохладная история. Прохладная история? Прохладная история. Ну, тут можно сначала немцу объяснить. Не понимаю. Смотри, это очень просто. Прохладная история, это cool история. Да, я понял. Понял, понял. Не, на самом деле тут много есть о чем рассказать, то есть там сейчас особенно много технологий входит в нашу индустрию, то есть там через 5-10 лет уже, наверное, будет привычно там VR-е там концептить. Сейчас этим занимается вот один известный художник, который в ILM работает, Industrial Light and Magic. Его зовут Джама Джарабаев. Он очень это форсит эту тему, то есть с VR-ом. он очень показывает, как там можно все быстренько сделать, очень классненько сделать. И мне кажется, вот когда деньги появятся, я тоже себе прикуплю там VR-хедсет, либо VR-спрос-сет, и уже буду там тестировать, как это все делается. А этот, он 3D-модели там, или он рисует именно как картины, ну, то есть именно 2D? Ну, там как получается, что VR это все-таки больше именно к 3D относится, либо уже что-то отдельно образует, сколько-то там уже разные это, совсем технологии в этом плане. Мне кажется, это 3D. Ну, тут особенность VR-ы то, что твоя 3D-шка, она выглядит так, будто ты ее рисовал. такой стиль. Какие еще технологические поветрия? Что-нибудь еще? Что-нибудь еще? Искусственный интеллект. О, кстати, слушай, это популярная тема. Скоро нас всех заменят. Популярная тема, на самом деле, то есть я помню, что мы начинали говорить про это с знакомыми по индустрии художниками еще года два назад. что, как ты оцениваешь вероятность того, что скоро всех нас... Ну, ладно, не буду скромничать, всех вас выкинут на помойку истории и рисовать будут роботы. Нет, ладно, то, что вместо меня будут рекламу настраивать роботы, это давно понятно. Ну, тут, на самом деле, это тоже такая спорная тема, потому что одни говорят, что творческий профессий никак не будет задеты, но я считаю, что это не так. То есть, по сути, в будущем сможет один человек полностью сделать игру и достаточно такие хорошие сроки. То есть, если бы один человек несколько лет назад делал отдельную игру, у него бы затратилось на это где-то 10 лет. А сейчас, даже там посмотрим в будущем, эта ситуация изменится. То есть, там даже сейчас уже видел некоторые проложения в онлайне, там, где ты делаешь лайн-арт и поверх уже искусственный интеллект это все за тебя закрашивает в анимешном стиле. То есть, ты просто выбираешь там на строке какой-то цвет там хочешь и так далее, и все, он уже за тебя все сделает. То есть, то, что творческие профессии не будут задеты, это вранье. Ну, слушай, с одной стороны, да, с другой стороны, как бы, сначала же ты делаешь лайн-арт, вот мы как бы с игрем сейчас сделаем лайн-арт и никакая покраска ему не поможет. Это будет уже контр-культура, это будет что-то такое, это из области какого-то экспериментального искусства. Вот, и там опять же, понимаешь, с другой стороны, ну, типа, да, делать игры стало гораздо проще, с этим абсолютно никто не спорит, это реальность, которую мы видим, вот, как ты открываешь просто Steam, сколько-сколько проектов вы выпускаете в день, но с другой стороны, как бы, есть некоторое ощущение, что хороших игр при этом заметно больше не стало. Может, и меньше стало, если так посмотреть, по качеству увядания серий, всяких мощных и старых, может быть, это и портит. Тут дело-то какое, получается, ты хоть и сможешь игры быстрее делать, но в то же время они должны быть более амбициозны, то есть поэтому тоже может время разработки увеличиваться, команда увеличивается. Вот, например, тот же Star Citizen, сколько он там новых технологий уже ввел, то есть это можно с ума сойти. Ну, потому что ты тоже знаешь, там, иногда приходишь на какие-то шоу-кейсы, видишь, там, первый раз игру, и первое твое впечатление, конечно, потому что ты первый раз видел компьютерные игры, там, типа, 15-20 лет назад, такой смотришь на него и такой вау, какая классная графика, как это все приятно выглядит, как, значит, все гладко, красиво, миленько, потом ты, как бы, тратишь на ту игру так называемую, типа, 5-15 минут, понимаешь, что, во-первых, как бы это все совершенно дефолтные модельки из какого-нибудь Unreal, а, во-вторых, геймплей выглядит как, типа, поиди налево, дойди до красной точки, на красной точке, развернись поедина права, доедина зеленой, и мне кажется, что во многом, как бы, творческие профессии не пострадают именно поэтому, потому что, как бы, да, сейчас очень облегчаются технологии, да, мы можем, типа, собрать какой-то дефолтный лес, да, мы можем собрать какой-то, ну, то есть, там, есть ощущение, что, типа, потратит на это, чтобы думать и смотреть YouTube полгода, какую-то, там, типа, локацию уровня моего детства, которая будет даже выглядеть поприличнее, чем тогда, и даже сильно поприличнее, могу собрать даже я, но, как бы, и чё? потому что, мне кажется, что, в первую очередь, там, творческие профессии, там, в том числе, профессии художника, это история не про, типа, собирать, закрашивать, тонировать, а продумать головой, как это всё вообще выглядит, как это доносит, собственно, идею, которая заложена, мне кажется, поэтому, там, творческие профессии во многом безопасность, то есть, в этом смысле, мне кажется, что, ну, это, там, абсолютно моё мнение, ну, что, знаешь, типа, не то, чтобы не затронет, а, творческим людям станет проще, ну, типа, знаешь, как в волшебном мире очень хотелось бы, не знаю, приходить, ну, вот, я текстов, например, много пишу, приходить, говорить, смотрите, в этом тексте должны быть такие, 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 поинты, он выстраивает вот такую идею, использует вот такие метафоры, можно как-нибудь все остальное посередине и само затонируется, и, возможно, когда-нибудь так будет, но, как бы, который говорит, давайте мы сделаем это вот так, мне кажется, там, на нашем с вами веку вряд ли что-то заменит. Расскажи нам еще, Герман, что тебя вдохновляет, как человека, творческой специальности? Хороший вопрос. Просыпаешься ты и думаешь. Что же я думаю? И думаешь. На самом деле, когда я просыпаюсь, я ни о чем не думаю, если на то пошло. Даже кофе? Даже кофе. Я просто такой, как зомби, встаю, включая компьютер. Начинаешь работать. И как долго ты можешь работать, не начав думать? Не знаю, у меня получается очень часто, что я там сплю по 4 часа, по 3 часа. На самом деле, это вообще нездоровый образ жизни. Вот. Поэтому меня не слушайте в этом плане. Это на самом деле такое, а как так тебе удается? то есть, на самом деле, это вопрос в двух частях, которые как-то к тебе удается, потому что я легко могу спать по 4 часа, ну, типа, неделю. не месяц. Не знаю, там есть, по-моему, что-то такое, что-ли, генетическое или что. То есть, в некоторых людях так заложено, что они максимум 4 часа могут поспать. Некоторые себе это приучивают. То есть, Маргет Тэтчер, что ли, она себе это приучала. Вот там, Трамп, он тоже по 4 часа спит. То есть, такая есть концепция, что успешные люди, они спят, типа, по 4 часа или что-то такое. Да, я поняла, тоже слышал. Да, то есть, какая-то такая есть теория, что ли. А у меня это просто так получилось, что я ночами гамал и потом все равно проходилось на учебу идти, то есть, в таком плане. То есть, я тоже себя это приучал, походу. Здорово ли это? Я не знаю, увидим. Спасибо, Рунскейпу за твою успешную карьеру. Вот да, это хорошее. Ну, это же да, это же дает очень много свободного времени, должно быть удобно. Наверное, ты работаешь на трех работах. Вот это по ННДА. По ночам обучаешь молодых художников? Насчет обучения, тут такая очень спорная тема, потому что вот одни художники, они уже обучают, вот, а я не хочу обучать, пока я не отработал в индустрии, там, 20 лет, а то мне жалко учеников. Такое вдохновляешься, ты чем? Кроме четырехчасового сна. Так, ну, кроме четырехчасового сна, там много вещей. Во-первых, меня очень сильно вдохновляют фильмы, вот, которые там Голливуде снимают в Лондоне сейчас очень часто. Тот же там Блайтрана, то есть Бегущий под лезвие, это, по-моему, вообще классик, это киберпанк прям. Абсолютно согласен, я такое удовольствие получил от Блайтрана последнего, просто вот эстетическое. Да-да-да, именно эстетическое. Вот как это все снято, как это сделано. Кстати, по-моему, есть же в интернете видео по поводу, как они как раз кодили 3D вот это все. Я прям, ну, то есть я прям в благоговении это смотрел, потому что это просто невероятный уровень, когда там все это оцифровывается, ну, то есть именно технические процессы я прям в какое-то невероятное удовольствие получил от просмотра. Ну и фильм, конечно. Вот так вот в нейросети так не смогут. Райан Гослинг, есть Райан Гослинг. В нейросети есть нейросети. Вот, или там Интерстеллар тоже очень красиво снят. То есть вот именно такие фильмы, которые имеют художественную ценность, они меня очень вдохновляют, потому что вот над одним кадром работает целая команда там из 100 и 150 человек, и это очень вдохновляет в таком смысле, то есть каждый кадр, он оточен под какую-то эмоцию, под какое-то чувство и так далее. Что еще вдохновляет? Конечно же природа, она нас всех вдохновляет. Куда люди без природы? То есть не было бы всяких там самолетов и так далее. слушай, кстати, ты живешь в Москве, ты много гуляешь? Ну, я так выхожу. Когда ты бываешь на природе? Или тебя вдохновляют фото природы? Нет, вот смотри, то есть я позавчера с тренировки шел из Москвы-сити, и там прям такой офигительный туман был, то есть он так получается, что ты видел высотки, эти небоскребы, но ты не видел, что дальше из-за тумана. Это очень классно выглядело. Еще я там тоже потом как из метро выходил, я смотрел там вот снежок шел, и я заметил такой момент, то есть эти фонари это все подсвещает, такой волюметрический свет получается очень красиво, и там подсвечиваются эти снежки маленькие. То есть я на все эти нюансы обращаю внимание, потому что это мне как-то очень интересно. Ну и глаз художника, конечно. глаз художника, то есть я там любой материал тут анализирую, то есть как его можно сделать, допустим, тут ковер сейчас лежит, там можно на него какой-то шум накинуть, еще какие-то градации цвета, и получится вот этот ковер, то есть в этом смысле. То есть такие вот моменты очень интересные. Ну и, конечно, еще современные технологии, то есть если бы не были все эти инновации, то есть там всякие паттерны Воронова, Воронова, это сейчас очень часто их используют там самолеты строения, то есть они уменьшают вес, вот всякие вот такие вещи. Что еще? А из художников кто? Да, вот. А из художников вот меня в основном сейчас современные очень вдохновляют как раз лидеры индустрии игровой и фильм-индустрии. Там вот Мачей Кучара, Джаман Джорабаев, Джон Суини, они по сути там многие из мои любимые художники, они почти все из игровой студии Naughty Dog, которые сделали The Last of Us и Uncharted. То есть мне очень нравится именно их стилистика такая реалистичная, но насыщенная. То есть это меня очень вдохновляет. Ну, классических художников, не связанных с игровой индустрией. Ну, тут, по-моему, только один. Шишкин прям. Вообще наше все. Шишкин жжет. Слушай, а из игр, кстати? Из игр, что вдохновляет? Меня очень вдохновляет Triple A игры. То есть игры, которые имеют прям хороший бюджет и там графика очень красивая. То есть Detroit, например. Это прям под нашу игру. Это же тематика, по сути. А скажут, что мы под них. А скажут, что мы все украли, все украли. А скажут. Какой-то раньше. Да, да, но засудим их сейчас. Побольше. Сейчас Артем приедет, начнем засудиться. То есть все игры Naughty Dog по сути. То есть именно такие реалистичные, которые это все подкрепляется сюжетом каким-то, которое очень вдохновляет и ты сочувствуешь героям. Вот то есть такие вещи. Хорошо. А в аналоге ты рисуешь? то есть я имею в виду блокнотик что-то нарисовать или уже только цифра и уже только на компьютерном планшете? я в скетчбуке каждый день рисую. Там минимум по 15-20 минут. Если я там не порисую, то по сути мой день будет неполный. Но это необходимость поддерживать скилл или желание внутреннее? Все-таки мне кажется, это уже какая-то привычка выработалась, во-первых. не знаю, я не могу без этого. Скилл конечно вырабатывается, но тут скорее такая составляющая что она дополняет день. Вот это профессионал, вот так выглядит профессионал. Не может без в общество. на самом деле. Тут никуда от этого не денешься. Тут у многих художников это болезнь, что ли. То есть они даже отпуск берут от основной работы какой-нибудь даже фриланс в это время не берут. Все равно они там например идут на пляж или в горы какие-то и сидят и рисуют скетчбуки. Правильно, правильно, правильно. А ты это куда-то выкладываешь потом? Нет, это я все при себе держу. это мое сокровенное тайна 18+. А татуировщиком никогда не хотел стать? Не, были мысли, но все-таки я такой человек, который в анатомии не очень сильно сошарит, то есть я не просто так художником по инвайроменту пошел, то есть мне это именно страсть такая. Спасибо, друзья, оставайтесь с нами, делитесь подкастом с друзьями, мы продолжаем призывать вас задавать в комментариях вопросы, спасибо вам за рекомендации, потому что нам можно сделать лучше или не делать хуже, было здорово, слушайте нас еще. Пока-пока, до свидания, пока.